МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вследствие инсульта и инфаркта лечат с помощью нового метода. Традиционные препараты сочетают с клеточными технологиями. Один на один со зрителем. Фестиваль моноспектаклей стартовал в Новосибирске. В каждой постановке участвуют не больше трех актеров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все социальные обязательства перед горожанами выполнены. Мэр Анатолий Локоть отчитался перед депутатами Горсовета в четвертый раз. И в четвертый раз народные избранники практически единогласно одобрили работу главы города. Новосибирск по-прежнему входит в десятку городов с высоким уровнем жизни. В этом году продолжит работу по трем приоритетным направлениям. В центре внимания дороги и общественный транспорт, строительство социальной инфраструктуры, создание комфортной городской среды. Марина Аверина продолжит тему. 23-я сессия – первая после новогодних каникул. На повестке доклад мэра об итогах работы в 2017-м. Глава Новосибирска назвал его годом благоустройства. Приоритет развития – зеленый город. Начали реконструкцию Михайловской набережной, благоустраивают центральный парк. Отремонтировали более 300 дворов. Свыше 500 домов капитально обновили. Ситуация стала очень заметно стабилизироваться. По прошлому году план по капитальному ремонту перевыполнен. И даже специально я наводил справки в нашей реликос области. Очень положительная реакция. Транспорт и дороги – еще один приоритет. За минувший год удалось отремонтировать более 20 километров магистрали. Установили светофоры и систему фото-видео фиксации. Несмотря на то, что программа федеральная, горожане активно голосовали, какую дорогу нужно отремонтировать прежде всего. Диалог с жителями будет продолжен. Обсуждение, голосование, какие планы должны быть на благоустройство города, где должны быть прежде всего оформлены общественные пространства. Открытость – это та установка, которую мы дали, открытость мэрии мы дали с самого начала. Самый большой объем вложений в социальную сферу. К первому сентября открыли две новые школы. Еще пять сдадут в этом году. После реконструкции два детских дома превратили в детские сады. По отрасли образования очень серьезные успехи в сдаче единого государственного экзамена. То есть стабальников у нас увеличилось, и школы строились, и детские сады ремонтировались. Развитие Новосибирска – это внедрение в производство новейших разработок ученых. Благодаря городским предприятиям индекс промышленного производства вырос на 3%. Сегодня Новосибирск заинтересован в разработках, которые помогут эффективно решать проблемы городского хозяйства. Один из примеров – первая умная остановка. Еще 10 таких же инвестор установит в этом году. Самый основной и главный критерий – это оценка жителей города Новосибирска. Как оценивают люди, хотят ли жить в городе Новосибирске, приезжают ли сюда, какая рождаемость. И по опросу, который проводился в течение года, среди населения, жителей города Новосибирска, 64% в настоящий момент оценивают работу власти в городе Новосибирске положить. Отчет мэра, депутаты городского совета, а большинство в нем представляет партия «Единая Россия», одобрили почти единогласно уже в четвертый раз. Марина Аверина, Денис Савинский, Новосибирские новости. Масленицу в Новосибирске традиционно отпразднуют широко. В каждом парке обещают организовать массовые гуляния. Праздник отметят и на тех площадках, которые благоустроили в прошлом летом. Также будут проходить праздничные мероприятия во всех наших парках культуры и отдыха, ну и также на других площадках, придомовых территориях. Каждый может прийти и принять участие. Мы будем наши русские традиционные обряды проводить, рассказывать, посвящать, потому что многие не знают. И поэтому мы не только будем праздновать, но и будем вспоминать свою культуру, свои традиции. В этом году благоустройство продолжат. Федеральный центр выделяет около полумиллиарда рублей. Сейчас идет подготовка к выбору территорий для благоустройства. Их на рейтинговом голосовании определят 18 марта. А в ближайшее воскресенье в местах празднования Масленицы пройдет фестиваль «Выходи гулять». Очень важной задачей внутри этого фестиваля является получение обратной связи, а также наполнение функционалом вот той территории, которая была благоустроена. Мы прекрасно понимаем, что этот проект только стартовал, что впереди еще как минимум 4 года реализации. Поэтому очень важно получить от людей обратную связь. Что же все-таки нужно еще сделать? Где может быть чего-то доработать? Последствия инсульта в Новосибирске теперь лечат по-новому. Через специальный аппарат, небулайзер, пациент вдыхает раствор, изготовленный из его собственных клеток. В сочетании с традиционным методом лечения, цитокинотерапия помогает человеку быстрее вернуться к привычной жизни. Анна Братушкина подробнее. Головные боли, усталость и головокружение – все это последствия инсульта. Ольга Крупнова пережила его 4 года назад. Уколы и капельницы помогают, но ненадолго. Врачи предложили Ольге новый метод лечения – цитокинотерапию. С помощью особого аппарата-небулайзера больной вдыхает жидкость, которую изготовили из его собственных клеток. Улучшилось состояние, прошли головные боли, меньше стали головокружение, я стала более такой собранной. Если работать могла до обеда, потом такая слабость, мне нужно было где-то полежать, то сейчас меня будет хватать на полный рабочий день. Чувствую такую силу, бодрость в организме после лечения. Перед лечением пациент проходит полное обследование. Нужно исключить воспаление, онкологические заболевания и ВИЧ. Все это – противопоказание к цитокинотерапии. Затем больной сдает кровь. В лаборатории из нее выделяют нужные для лечения вещества. Это СО2-инкубатор. Именно здесь выращивают клетки, продуктами которых потом и лечат пациентов. Растят клетки в специальных пластиковых контейнерах в течение 7 дней. Пациенты шутят. Это почти как дышать над картошкой, делать глубокий вдох носом и выдыхать ртом. Этот метод совсем новый. Его применяют вместе с традиционным лечением. Все-таки рекомендуется сочетать оба эти метода лечения. Поэтому помимо того, что мы проводим цитокинотерапию нашим пациентам, мы усиливаем ее еще, конечно, и традиционными препаратами. Не все пациенты реагируют на терапию одинаково. Кому-то хватает одного 30-дневного курса. Другие проходят процедуры каждые полгода. Есть лучшие ответчики, как мы говорим, и менее хорошие ответчики. То есть, например, одни пациенты улучшают свои показатели по 3-4 шкалам разным, другие только, например, по 1-2. То есть улучшения есть, но не столь выраженные. С помощью цитокинотерапии можно лечить не только последствия инсульта. Этот метод поможет пациентам с другими ишемическими заболеваниями и с повреждением мозга после травм. Анна Братушкина, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Знать и помнить книгу с таким названием сегодня представили в Новосибирске. Она написана непрофессиональными историками. Александром Пальцевым и Андреем Красильниковым. Авторы рассказывают о подвиге советского народа на Великой Отечественной войне. Выяснилось, что максимум, до чего мы с вами знаем свою историю, ну, редко до прадедушек. Как правило, не больше, чем до бабушек и дедушек. И, конечно, от этого стало немножко грустно, потому что, а как изучать историю? Как говорят авторы, книгу в первую очередь писали для молодежи, чтобы новое поколение не забывало о героических сражениях, а историю знали по рассказам очевидцев. Широкой публике труд писателей представили еще в прошлом году в Москве. Первые экземпляры передали министру обороны и президенту. Поколение ветеранов год от года редеет, люди уходят. Молодежь не всегда ориентируется в тех событиях, которые были. Печальная статистика. Проводили опрос выпускников школ, и из 20 выпускников один, два, может быть, три человека могли сказать, кто такая Зоя Космедемьянская. Фестиваль камерных и моноспектаклей со всей страны открыли в Новосибирске. В программе 20 постановок. Это и профессиональные театральные проекты, и студенческие эксперименты. Жанры от пластических и танцевальных спектаклей до кукольных и постдраматических. Самое главное, чтобы это было интересно с точки зрения именно искусства, чтобы это было какое-то высказывание художественное, полноценное, которое поднимало бы какие-то серьезные вопросы, волновало эмоционально, вызывало какие-то эмоции, они могут быть и радостными, и очень веселыми. Название фестиваля «1, 2, 3». Именно столько актеров может выйти на сцену в одном спектакле. Как правило, в этих постановках минимум сценография, отбор материала, режиссерское решение и игра ложатся на плечи одного человека. Но бывают и исключения. Например, спектакль «Великий бродяга» театральной компании «Гамма» помогали создавать зрители. На читках публика предлагала автору свои идеи. Тут очень многое зависит от тебя. Если в обычном спектакле все-таки многое зависит от ансамбля зачастую, потому что там ты можешь выполнять определенную функцию спектакля, и она вот только вот такая у тебя. И ты отвечаешь за нее, делаешь ее, и тогда картинка общего спектакля получается. А здесь все зависит от тебя. Самый провокационный фильм фестиваля итальянского кино из Венеции в Новосибирск представили зрителям. Картина «Семья» о молодой паре. Они рожают детей и продают их бездетным. Многих зрителей фильм шокировал. А на режиссера после премьеры в Италии даже напали. Тем не менее, Себастьяно Резо приехал в Новосибирск, встретился с сибирской публикой и ответил на вопросы журналистов. Подробности у Екатерины Макаркиной. Как вам комедия? Этими словами итальянский режиссер Себастьяно Резо встречает зрителей в Новосибирске, чтобы разрядить обстановку после просмотра. Его новый фильм «Семья» заставил всех понервничать. Тяжелый фильм. И как бы неприятно видеть такую реальность на самом деле. «Семья» – название провокационное. По сюжету молодая пара снова и снова заводит детей, чтобы продавать их бездетным. Торговля человеческой жизнью и эксплуатация женского тела – реальная проблема современной Италии. При работе над сценарием авторы использовали настоящие документы и телефонные переговоры с обсуждением подобных сделок. Зрители верить увиденному не хотят. В Италии настолько люди, ну, как сказать, доблые, такие совестливые, что меня просто поразило, что именно в Италии вот этот эпизод произошел. Столько раз думать об Италии и не знать, что там вот такая проблема существует и что это острое достаточно для людей, и это, конечно, шок. В Италии фильм вызвал большой резонанс. Его показали в основном конкурсе последнего венецианского фестиваля. После премьеры на режиссера Напали он угодил в больницу. Преступники говорили, такие фильмы в Италии снимать нельзя. Но Риза от своей работы не отказался. Было бы проще делать фильмы на более приятные темы, которые бы собирали большую кассу. Но я чувствую необходимость говорить на эту тему. Я считаю, что кино вообще и кино сегодня играет очень важную роль, потому что именно кинематограф может поднять те темы, на которые стараются закрывать глаза и делать вид, что их не существует. Сам фильм серый, неспешный и очень жестокий, с великолепными актерскими работами. Вообще, как все итальянские фильмы, он такой очень настоящий. Все актеры, какие-то ситуации больше приближены к реальности, нежели какие-то голливудские фильмы. Себастьяна Риза уверен, если зритель умный и чувствующий, неважно, в какой он стране, этот фильм он поймет. Ведь проблема затрагивает всех. Екатерина Макаркина, Евгений Макаров. Новосибирские новости. Боксер Михаил Алаян будет участвовать в отборе на Олимпиаду 2020 года. Об этом он сегодня рассказал на встрече с журналистами. Не так давно в Сочи Новосибирец одержал победу в напряженном бою с Александром Эспинозой из Никарагуа. Встреча стала для Алаяна четвертой на профессиональном ринге. Я бы назвал самым трудным в моей карьере 10-раундовый бой. Очень серьезный соперник, физически очень сильный. И с желанием победить у него тоже все в порядке было. На самом деле. Были ломки боксера у меня, были крепенькие, но этот был самый крепкий. До поединка с Мишей Алаяном у Никарагуанца не было ни одного поражения. Нашему боксеру помогли и стены Сочинского дворца, и поддержка 12 тысяч зрителей. В ближайших планах бои, которые позволят наработать опыт для отбора на Олимпийские игры 2020 года. Несколько тысяч новосибирцев накануне встали на лыжи. В этом году участникам Лыжни России повезло с погодой. Для спортсменов подготовили не только трассу, но и целую праздничную программу. Главный сувенир на этих стартах – лыжная шапочка. Многие постоянные участники их даже коллекционируют. Михаил Якимов попытался раздобыть этот спортивный атрибут, но оказалось, что сделать это, не выходя на старт, почти невозможно. Лыжня России – это всегда большой спортивный праздник, собирающий новосибирцев со всех районов города. А главный атрибут этого праздника – вот такая шапочка. В этом году она, кстати, очень похожа на прошлогоднюю. Но, несмотря на это, сувенир весьма ценный. И новосибирцы даже меняются и дарят его друг другу. А сейчас мы узнаем, подарит ли нам кто-нибудь такую шапочку. Людей в шапочках с символикой Лыжни России 2018 здесь много. Шапочки с каждым годом все красивее, лучше, и у них очень комфортно бежать, они дышат и тепло сохраняют. Расставаться с этим атрибутом лыжники не готовы. Подарить? Ну, возможно, если к кому-нибудь из близкого человека. А вот мне, например? Или поменяться на что-нибудь? Поменяться? Ну, шапка. Ну, мне тут подарили, хотелось бы, конечно, себе оставить. Тебе шапка не досталась? Досталась? Она досталась, просто я ее не одел сейчас, у меня другая. А готов обменять после гонки? Или подарить? Я подарю ее. Кому? Друга. Часть пораздарила, внукам, брамнукам. Ну, вот сегодня я не привела из них никого. Ну, их много, много шапочек. Знаменитый новосибирский морж Николай Глушков на лыжню вышел в одних шортах. Ему и без головного убора не холодно. Для него это не часть гардероба, а часть коллекции. Сегодня нет, пожалуй. Я за 10 лет, наверное, найду достойного, так скажем, продолжателя. И за 10 лет все накопленные ему передам. Организаторы спортивного праздника заготовили всего 3200 шапочек. Хватило не всем, только на лыжную базу имени Алика Тульского пришли 3 с лишним тысячи человек. С федеральным центром связываемся и обязательно объясним, что Сибирь это как раз центр развития лыжного спорта, поэтому здесь должно быть намного больше шапочек, номеров и всех атрибутов лыжни России. Ну, а пока самый простой способ получить главный атрибут этого праздника взять в руки лыжи и палки и пораньше прийти на регистрацию. В этом году на лыжню России в Новосибирской области вышли 11 тысяч любителей этого вида спорта. Михаил Якимов, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Это все новости, о которых мы успели вам рассказать. Быть в курсе событий поможет радио «Городская волна», частота 101,4 FM. Завтра в 18 часов в программе «Вечерний разговор о жизни замечательных новосибирцев» многократный чемпион мира по подводному плаванию в ластах Павел Кабанов. А на сайте НСК Ньюс Инфо уже сейчас можно узнать о том, как подать заявку на благоустройство своего двора. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok